Для этого в районе функционируют три... Майское районное собрание началось с выступления начальника управления по делам молодежи, спорта и туризма Натальи Кондратьевой, которая подвела итоги зимнего спортивного сезона в Дмитровском районе. Дмитровчане активно занимаются восемью зимними видами спорта – лыжами, хоккеем, фигурным катанием, керлингом. В секциях работают 49 тренеров. В поселениях функционирует 11 лыжных трасс, хоккейные коробки. За прошедший зимний сезон в Дмитровском районе проведен чемпионат мира по хоккею среди женских команд. Международные соревнования по конному спорту, традиционный легкоатлетический пробег «Рубеж славы», «Дмитровская лыжня», в которой приняли участие 1800 человек. В турнире «Золотая шайба» на ледовой арене сражались 42 детские команды. В целом, по словам Натальи Кондратьевой, зимний сезон завершился удачно. Все программы и задачи выполнены. О подготовке Дмитровского района к летнему пожароопасному периоду рассказал заместитель главы района по безопасности Валерий Лазовский. Он отметил, что район является наиболее пожароопасным из-за большой площади торфяников. Они располагаются на 10 тысячах гектаров. Большие проблемы создают травяные палы. Только в апреле было зафиксировано 236 возгораний. С 10 апреля в Дмитровском районе объявлен пожароопасный период. В связи с этим создан оперативный штаб, группировка, состоящая из 40 единиц спецтехники, 250 пожарных. Валерий Лазовский объявил, что 17 мая на территории Орудьевского отдела будут проведены ежегодные тактико-специальные учения добровольных пожарных дружин поселений. В рамках подготовки к пожароопасному периоду проведена опашка 24 населенных пунктов СНТ, очищена от завалов 114 километров просек. По словам Лазовского, район полностью готов к пожароопасному периоду. Начальник управления культуры Александр Аксенчик выступил с докладом о подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая запланировано проведение более 170 мероприятий, 53 митинга, акции «Бессмертный полк». В рамках мероприятия подготовлены и приведены в порядок все братские могилы и памятники. Проведены традиционные вело- и автопробеги по местам боевой славы. Главное праздничное мероприятие пройдет на Советской площади Дмитрово. В 10.00 начнется торжественный митинг и военный парад. Затем стартует памятная акция «Бессмертный полк». В полдень на Перемиловских высотах в Яхраме состоится торжественный митинг. В течение всего дня на Центральной площади Дмитрово будут выступать лучшие художественные коллективы. Состоится галла-концерт «Звездопад». Завершится праздник Победы праздничным салютом в 22.00 в центре города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова